Для начала переходим в телефон и скачиваем приложение, которое вы видите на экране. Удостоверяемся, что телефон подключен по Wi-Fi к той же сети, что и ваш компьютер. У меня он уже скачан, открываем, нажимаем «Доступ из сети». После того нажимаем «Ок» и появляются вот такие у нас надписи. Сверху «FTP» — это сервер, тот, который нам надо ввести для соединения телефона с компьютера. Далее переходим просто в обычный проводник на компьютере. Открываем мой компьютер и вверх, вот здесь, где у нас строчка, стираем и начинаем вписывать «FTP», двоеточие, все короче, как у вас на телефоне. Все внимательно вписываем, чтобы все были двоеточие, слэши, все-все-все, что было, каждая точка, каждая циферка. После этого он попросит у нас логин «Пароль», тоже вот вы видите «PC» и снизу вот эти цифры. Вы можете сохранить пароль, можете сделать автономно, это по вашему желанию, каждый раз можете вводить. После этого нажимаете «Ок». Если пароль подходит, у вас открывается окошечко, которое позволяет вам перекидывать файлы с телефона и даже с флешки телефона, как с телефона на компьютер, так и назад, вот справа у нас microSD, здесь у нас вот все наши файлы, фотографии. Скорость довольно быстрая, зависит от вашего Wi-Fi, от версии Wi-Fi на вашем телефоне, то есть все можно открыть. Единственный минус, здесь не будут отображаться значки, даже открыть их особо не получится, у меня программка не получилась, но можно сортировать по дате, по дате создания, так очень легко находить, перекидывать их просто на рабочий стол, они очень быстро перекидываются, вот, например, картинкой смотрите, вот, все, картинка здесь, отсюда туда, оттуда сюда, все элементарно скачивается, закидывается, все это очень быстро, намного быстрее, чем искать шнур, подсоединять, куда-то там за компьютер лезть и так далее. А на телефоне, тем временем, у нас остается вот то, что вы видите в правой части экрана, вот такой вот доступ из сети, пока вы не нажмете остановить, у вас все это будет активно. Как вы все файлы поперекидываете, просто нажимаете остановить и телефон у вас отключится. Кому было полезно, ставим лайк, подписываемся на канал, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok